Фатих 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 это самый исторический древний район Стамбула И диаспора крымско-татарская, которая одни из первых начали переезжать в Турцию Они как раз таки поселялись именно в этом Фатихе Именно в том микрорайоне, Шехремени называется, где жила я, куда поселилась я Там до сих пор есть очень много этих домов Здесь, если обратили внимание, у каждого дома есть название Это дома такие одноподъездные бывают, наверху написано название Очень много домов с крымско-татарскими именами С крымско-татарской тамгой Каким например? Там какой-нибудь Харабай Или все, что заканчивается на бай А у турков такого нету? Нет У них бей, да, больше Бай это идет от нас, от Мурс, от крымских татар Тамгу можно встретить, там можно найти какие-то крымско-татарские магазинчики Ну, в смысле, хозяева крымские татары Так вот, раньше, это когда, наверное, в 50-х, там 60-х годах Там это был исключительно на 85-90% крымско-татарский район А, микрорайон Шехремени Но Фатих же он огромный Шехремени микрорайон Это, кстати, там, где мы встречались с вами Да, да, да Вот, а потом уже, после где-то 90-х, когда начали приезжать понаехавшие Начали крымские татары оттуда съезжать свои квартиры Либо продавать, либо сдавать в аренду А сами переезжать в более тихие районы Ну, а именно вот этот район стал таким сильно, как сказать, любимым иностранцами Потому что, наверное, близко к этим достопримечательностям историческим А вот смотри, вот этот вот, вот эти крымские татары, которые составляли там 90% этого микрорайона Они уже себя больше турками считали или они все-таки считали себя крымскими татарами? Есть вообще информация? Есть какая-то связь с ними? Классный вопрос Есть такие, которые, они все знают, что они крымские татары Но, когда они общаются с турками, они об этом не упоминают Но если, например, с тобой начнут говорить И, значит, в ходе разговора выяснится, что ты крымский татарин или я крымская татарка Они тут же говорят При этом мало кто говорит И когда говорят У меня всегда такой подколистый вопрос к ним Я говорю, ну хорошо, а соответственно, значит, кровь их вам Вам же перешла, то есть и вы тоже крымский татарин То есть они о своих корнях в третьем роду говорят? Да, в третьем лице То есть они, получается, как будто дистанцируются от этого? Да, но они сами не подозревают А с чем это связано? Как это нелепо выглядит Когда я вот говорю, что у них в крови тоже есть крымская татарскость, они говорят Ну, когда это было, мы уже там третье, четвертое, пятое какое-то там поколение Я говорю, так вы понимаете, говорю, что кости ваших предков тоже, и ваших тоже предков в Крыму есть Ну да, знаем, но и здесь тоже есть Просто наши вот самые ближайшие родственники похоронены здесь Там папы, мамы, дедушки, бабушки, например А те, которые уже там на третье, четвертое поколение, уже не столь важны С чем это связано? Потому что не знают историю крымско-татарскую Чтобы гордиться ею, чтобы осознавать себя именно крымским татарином Они здесь выросли, здесь родились, здесь получали образование И здесь же изучали историю турецкую То есть они гордятся историей турецкой И тем более, что как бы большинство из них, своих отцов, дедов, потеряло на войне Чанаккале Тебе не кажется, что это какой-то просто банальный страх какой-то? Страх чего? Ну страх, что они скажут, что они крымские татары, что они не турки Ну вот они же это скрывают как-то все-таки намеренно, наверное Нет, если бы это было намеренно, то они бы так и не продолжали говорить А где машины с татарскими флагами? Они же не знают, как флаг выбрали? Они... Где эти пять миллионов? То есть это равносильно тому, что мы говорили Ну встретили на улице где-нибудь там, я не знаю, во Франции какого-нибудь человека Он бы сказал, что он по национальности Копчак Именно Копчак А мы бы сказали Ой, а вы знаете, у нас тоже Аталарма с Копчаки То есть вот примерно так у них это Они себя отождествляют, наверное, больше уже с местным населением Потому что и в какой-то степени я их понимаю То есть эта страна им дала кровь, эта страна дала им возможность развиваться Кто до какого момента смог развиться, развился Ну и сейчас как бы предавать эту страну, как бы бросать и уезжать куда-то Навряд ли они захотят Но меня, например, очень сильно смущает, раздражает, наверное Я не нахожу ответы этому Что определенная часть, окей, не все как бы крымские татары из диаспоры Кстати, о которых говорят, что их между пятью и восьми миллионами в Турции А это почти что десять процентов населения Турции Даже если эти восемь миллионов нет, ну допустим Ну тысяч десять или там двадцать Есть очень богатых крымских татар из диаспоры Им ничего не стоило бы параллельно в Крыму тоже обзавестись, например, домом, участком Что-то купить Купить, да, и постепенно и там на две страны жить, как бы возможно бизнес какой-то крутить Но этого всего не было сделано И не потому что они этого не хотели Были попытки Я знаю лично людей, которых, и не один десяток людей, которые попытались из Турции Как из простой как бы турки и в то же время и из диаспоры люди Пытались поехать в Крым, открыть там бизнес Ну, получалось, наверное, у одного из двадцати С чем это связано? Наверное, в первую очередь с тем, что кому-то не выгодно было, чтобы там крымские татары из диаспоры увеличивались в количестве То есть наше население, чтобы увеличилось Ну, я... То есть ты вот в этот заговор веришь, да? Конечно верю Это не заговор, это... Это... Это как-то вот настолько очевидно, мне кажется Если посмотреть максимально объективно Вот... Вы не обращали внимание на то, что... Все время, когда крымские татары Вот достигали численности там где-то больше трехсот тысяч Что-то происходило и обратно как бы этих крымских татар Как-то либо вынужденно выселяли, либо ноль оставляли, либо до ста тысяч, до двухсот То есть как будто бы вот эта вот спираль продолжается из раза в раз, повторяется Понимаешь? Ну и даже сейчас, да? Вот в это время Вроде бы все жили дружно, мирно, хорошо Но... Сейчас опять в Крыму как бы идет отток в Крыму Ну он... Ты же понимаешь, что это не ради нас все затеяно? Вопреки нам это затеяно Мне кажется, наши интересы вообще никто не учитывает Да Ну и все Нас в этом уравнении нет, понимаешь? А почему, знаешь? Это как Крымская война когда была Крымские татары просто в стороночке стояли и смотрели как на ее земле сражаются другие государства Ну хорошо, а почему так происходит? Ну потому что у нас нет государственности, у нас нет количества людей, у нас нет численности банального преимущества количественного Ну вот давай смотреть так, если на то пошло, можно даже немножечко сравнить крымских татар с... вот у кого еще сильная диаспора в мире, у армян сильная диаспора в мире, у евреев... У них не то что делать, у них лобби сильное Так вот Ну это капитал, понимаешь? Это все про деньги Ты так понимаешь, у крымских татар тоже такой же капитал есть, в принципе, теоретически Он есть, причем потенциал очень великий Просто не смогли правильно реализовать этот потенциал Не смогли не потому что не догадались это сделать, а потому что, ну это я так считаю, это мое личное мнение, а потому что были заняты другими делами, другими вопросами Ну какие, например? Не знаю, может быть, как бы подольше посидеть на своем кресле То есть, ну, были заняты своими личными делами? Да Статус этих крымских татар, которые живут в Турции и, по сути, от Туречины, ну, чтобы ты понимала, у меня нет никаких претензий к ним, на самом деле Потому что они живут свою жизнь, и мы можем сказать, что их статус похож на американский статус То есть, если я гражданин Америки, если я живу в Америке, если я гражданин Америки, я американец Все важно, я испанского происхождения, мексиканского, итальянского, я американ Мы можем про Турцию так же сказать? Во-первых, да, а во-вторых, еще можно добавить, что здесь еще объединяет всех то, что здесь тюрки И они тюрки, и эти тюрки, и те тюрки, то есть и турки тюрки, и крымские татары тюрки А в Турции, как правило, очень сильное движение пантюркизма в целом Вот, и как бы тут два фактора объединяются Так мы говорить можем, да? Можем Они, во-первых, тюрки, и турки, и крымские татары А во-вторых, ну допустим, здесь были переселения из Болгарии когда-то Они тоже себя считают турками Или же, например, ну например, кто сразу может сказать здесь, что он, ну например, армяне Они могут сказать, бен армяниим, например, он будет говорить чисто на турецком языке Он может не знать даже своего армянского языка, но он сразу скажет, бен армяниим Вот как бы вот эта вот привязанность к своему армянскому у них все равно есть здесь сильное Но у нас оно же все равно ослабло А у нас нету, у нас если только ты скажешь, что ты из Крыма, вот тогда тебе скажут, а, да, я тоже из Крыма И все, на этом точка же, правильно? Ну смотря с кем разговариваешь, есть такие, с которыми на этом точка А есть такие, которые начинают рассказывать даже из какого поселения, поселка из Крыма их предки Или же, что он там тоже побывал в Крыму один или два-три раза Что он там, например, член Крымско-Татарского Дернека в Турции Смотря на кого нарвешься из этих 8 миллионов А вот у тебя этот момент наступил, когда ты такая, ну все, я здесь, меня все устраивает Наверное, еще до того, как я выехала из Крыма, во-первых, потому что я целенаправленно ехала А не для того, чтобы поеду, когда я на разведку То есть ты приехала жить? Да Я и не на разведку сюда приехала А ты до этого была в Турции? Да, много-много раз А какие у тебя ощущения, ожидания от Турции не сбылись, когда ты приехала сюда? Ну, я ехала сюда, зная, что здесь очень мощная Крымско-Татарская диаспора, многочисленная Я знала про них, некоторых знала лично, но очень мало кого знала лично, но очень многих знала по интернету И мне казалось, что я приеду сюда и как разбужу всех со сна, и как все получится по-другому, и все вот это будет заработает, вот это все Мне казалось, что они в спячке, ну они, кстати, до сих пор в спячке Да, есть огромный потенциал у Крымско-Татарской диаспоры, это просто невероятный потенциал Как по количеству населения, так и по силе, то есть по силе, которая как материальная, так и любая, какую хотите, ментальная Но я, наверное, переоценила свои возможности и слишком, наверное, идеализировала свои возможности Если бы, например, рядом со мной были хотя бы 5-6 человек, как я, думающие и верующие во все это, возможно, больше бы я смогла добиться, но одна я не смогла То есть первое время я пыталась налаживать контакты с диаспорой В этом мне очень, кстати, помогло то, что я была журналистом АТТР, как бы, то есть я знакомилась, я ездила на съемки, таким образом еще больше людей встречалась, с еще большими людьми знакомилась И начинала общаться с ними, задавать им вопросы, которые меня интересовали все то время, пока я находилась в Крыму, но не могла задать непосредственно диаспоре Когда я начала задавать вопросы, начали поступать какие-то такие поверхностные ответы, меня не удовлетворяющие Они считали, что они отвечают нормально, удовлетворительно, но я не видела удовлетворения в этих ответах Потом, следующий мой этап, это был публичные публикации в Фейсбуке, наверное Адресованные диаспоре, без имен, без фамилии Я пыталась реально достучаться до них, как бы, до основной массы, скажем так А они, чтобы уже зашевелили тех всех остальных, кто вокруг них На этой почве начали возникать конфликты Они были очень возмущены тем, что, мол, вот приехала какая-то там из Крыма и тут учит нас уму-разуму Не, я сейчас совсем не жалуюсь, как бы, да, на них, это нормальное явление Это вот точно так же можно представить, живем мы в Крыму, живем И приезжают какие-то там из диаспоры, трое, пятеро или один И начинают говорить, у вас вот это вот неправильно, да вы вообще вот это вот неправильно делаете У нас же реакция будет не очень, как бы, наверное Подожди, а глобально ты что хотела от них вообще, от этой диаспоры? Я хотела более активного участия в жизни крымских татар в Крыму Даже не то, что туда ехать, например, а чтобы они почаще здесь встречались Об этом обсуждали, об этом говорили А может это уже все было в 90-х, и они уже это пережили просто? Да, но тогда это было другое поколение, и тогда это было активно, потому что совсем другие люди руководили всем этим Очень сильно зависит от того, кто руководит Потому что, опять-таки, я не осуждаю никого, кто сейчас есть Потому что каждый делает, наверное, в меру своих возможностей, в меру своих умений, в меру своих желаний Но, глядя объективно на них всех, я вижу очень большой потенциал Ну, непередаваемую силу Но она не задействована, она в спящем режиме сейчас И я не знаю, пока еще не появился какой-то катализатор, какая-то сила, которая бы смогла разбудить их всех одномоментно и сильно А ты сейчас сама не в спящем состоянии? Ну, такой размеренном, комфортном Я была в спящем состоянии, наверное, после четырех лет здесь работы, нахождения И потом, когда начались у меня конфликты с диаспорой Конфликты, ну, не откровенные конфликты, но я начала разочаровываться Я начала говорить им о том, что они могли бы действовать и делать больше, чем они делают На что они очень нервничали, возмущались, что я не имею права их учить Они и так делают очень много, что они могут делать И я начала разочаровываться в своих же ожиданиях То есть, вот не зря говорят, не нужно ни от кого ничего там ожидать, чтобы потом не разочаровываться сильно Я от них сильно многого ожидала и много разочарований было И после этого я как-то постепенно отошла от этого всего Где-то, наверное, два или два с половиной года я не соприкасалась по максимуму С диаспорой вообще? Да, ну, могла там на личном уровне поздороваться, спросить, как дела А, еще как раз-таки, кстати, попал период коронавируса Когда все-все здесь в Турции позакрывали, в том числе и дернеки Соответственно, у них не было никаких абсолютно в этот период этих мероприятий, да, активистов Ничего такого не было И как-то вот так вот, таки так, спящая диаспора вообще ушла в мертвую спячку Ну, и вместе с ними все люди, и я в том числе То есть, все-таки, эта пандемия, она сильно, наверное, психологически повлияла на людей А ты, смотри, а ты не думала о том, что эта диаспора, она уже разочаровалась в крымских татарах? То есть, они уже разочарованы, просто они тебя в этом не могут прямо сказать И вот это вот спящее состояние, это пассивность, может быть, это знаешь, когда вот у тебя есть ребенок, да, но вот он тупой, вот Ты вот просто с этим живешь, и все Ну вот Нет, классное сравнение Ну, ты же не можешь отказаться от него, ты просто понимаешь, и ты уже просто с этим живешь Вот они так на тебя не смотрели, на всех крымских татар, которые там обрусевшие, осовеченные, вот такие крымские татары Конечно Знаешь, так деликатно молчали Смотрели, но точно так же, как крымские татары в Крыму смотрят на диаспору, как на отуреченных Это нормально, кстати, вот я в ближайшее время буду снимать новое видео У меня последнее время что-то понесло меня, как бы, видеообращение, потому что мне хочется говорить то, что я думаю Вот, кстати, вот ты спросил по поводу, не нахожусь ли я сейчас в спящем состоянии Вот в этом году я опять проснулась, можно сказать Наверное, на это повлияли вот эти вот события разные Да, внутри меня все время продолжало кипеть, бурлить, какое-то вот народное, национальное Я с этим родилась, с этим выросла, но вот был период, когда я отошла из-за разочарования своих Но я поняла, что все-таки мой путь, опять-таки, все-таки вот именно вот этот вот путь Не иначе Это тот путь, который заложили в меня мои родители Осознанно или неосознанно, это уже не важно Я вот чувствую себя комфортно именно, когда я во всем этом варюсь Да, для кого-то может показаться, что я ничего не делаю Но я вот внутри себя уверена, что я делаю И я даже допускаю мысль, что я не увижу плоды того, чего я делаю Но это же не значит, что я, если я посажу дерево, я могу через два дня умереть и не увидеть его плоды Зато увидят плоды мой ребенок, мои внуки, вероятно Мне всегда казалось, что, особенно по школьной программе, когда читаешь что-то там И вот крик чаек на побережье, мне казалось, что это что-то такое романтичное, классное, красивое Пожив в Стамбуле, я поняла, что это очень некрасиво Особенно, когда они начинают в 12 ночи или в 5 утра галдеть Обычно на крышах здесь очень много чаек И они реально кричат То есть это несравнимо с пением других птичек для АТРа делала сюжеты Но, как правило, на телевидении нужно, как и в любом медиа, говорить максимально на литературном языке И сюжеты, естественно, я снимала, говорила на крымско-татарском литературном языке И все сюжеты, которые мы снимали здесь, я выставляла, например, в фейсбуке тоже Чтобы диаспора тоже могла видеть, потому что не все видели Не все могли смотреть АТР по интернету, на сайте И с диаспорой люди начали возмущаться в комментариях с такими словами, что А ты вообще на каком разговариваешь? То есть настолько компактно они жили Вот особенно, например, Чольбет В Воскишиире очень много таких деревень Где жили компактно именно с джанкойских, допустим, районов И они в своей среде говорили только на своем диалекте Соответственно, у них подсознание, что правильный, единственный крымско-татарский язык Это тот, на котором они говорят Когда мы пытались объяснить, что есть еще литературный язык Принятый там в начале прошлого века, общепринятый в Крыму И что мы пытаемся говорить на этом языке Это ортайолах шивеса Они не понимали этого Либо вот у меня еще был конфликт такой Когда выставили они танцы ансамбля крымско-татарского Воскишииря И музыка другая, движения другие Не те, к которым мы привыкли в Крыму видеть И когда я спросила, а чья это музыка Там был ответ оскорбленный Как будто я оскорбила Ну как это чей, крымско-татарский А я говорю, у нас нет такой музыки Это как-то веет больше даже казанскими татарскими Или же даже казахскими какими-то мотивами На что они мне сказали, что нет Это вот исконно крымско-татарская музыка Из поколения в поколение у них вот передается именно эта музыка На что я помню, тогда я тегнула Нескольких наших крымско-татарских артистов Знаменитых и в возрасте которых Чтобы они высказали свое мнение на этот счет И в тот момент несколько из них Я помню четко, что это Сервер Агакакура был Заре Маханун была, Меметова Они вот написали, что это не крымско-татарская Ну в общем, тоже Отсюда не знаю Кто? Так у нас же утеряно все это по танцам Вот и по танцам утеряно Вот крымские татары диаспора в Турции Считают, что наши нынешние танцы Которые в Крыму Там много веяния из узбекского Я допустим в этом плане Я диаспоре больше верю Потому что они как раз таки это сохранили Причем сохранили часть танцев Танцы же все были разные А у нас сейчас один унифицированный Общий танец для всех Это нонсенс Вот у меня есть выпуск с Джафером Ну он учитель танцев Он говорит, что у нас мы не знаем Какие были танцы Мы ничего про это не знаем Он говорит, что один этот Али Алимов, да, Лейла? Танцор Он говорил, что есть там Нугайский танец Есть Ялыбойский Там какие-то моменты есть Но это опять же все на словах А если тебе представитель диаспоры Законсервированного такого общества Говорит, что вот такой должен быть танец Мне кажется, им не надо верить Я согласна Это наподобие тому, что Как с языком я привела пример Например, в деревнях говорится Вот на именно диалекте Но опять-таки Утверждать, что это единственный вид Правильного крымскотарского танца Тоже, наверное, неправильно Не-не-не, это часть Часть Ну, это настоящая часть Согласна Так, ну вот смотри Так непривычно Обычно всегда я за камерой А тут наоборот Не-не-не, нормально Ты сама снимаешь? Нет, я имею в виду за камерой Как бы задаю вопросы Но в кадре редко находилась Находясь в таком Относительном удалении от Крыма Какие отрицательные черты Ты сегодня видишь У нашего крымскотарского народа? Вот что для тебя Так явно оголилось? Отсутствие единства Я это и раньше замечала Но со стороны Это еще больше видно То есть каждый варится В своем котле На своей волне Каждый думает Только исключительно про себя Но мало кто думает Про общее будущее То есть как будто бы Люди зациклились На сегодняшнем дне И на том Как бы вот сегодня Главное классно пожить Но совсем не думают В своем большинстве О том, как же это все будет В итоге Через 50 или 100 лет А ведь мы Как потомки Тех, кто будет потом Являемся Основополагателями Той же базы Которая будет У людей, у детей У внуков Которые будут потом Будучи представителем АТР И ездя по съемкам Я могла Я ощущала себя Неким мостиком Между крымско-татарской диаспорой Турции И крымскими татарами В Крыму Пока я жила в Крыму У меня было очень мало информации Про крымско-татарскую диаспору В Турции Она была у меня И только Исключительно потому Потому что я в интернете Находила эту информацию А пожилые наши люди Которые смотрели только телевидение У них не было такой информации То есть Может быть Одна из 500 передач Где-то затрагивала диаспору На тот момент И мне хотелось По максимуму Показать крымским татарам В Крыму Что здесь есть Крымские татары Диаспора Очень сильная Мощная Большая В количестве И мне хотелось Показать Крыму В Крыму Нашим соотечественникам Что мы там В Крыму не одни Что у нас здесь Есть сородичи Только всего лишь Нужно их разбудить И в то же время В диаспоре Я рассказывала Все то Что происходит в Крыму То есть Именно таким образом Я ощущала себя Таким неким мостом И мне это Грело душу Особенно когда я получала Обратную реакцию Из Крыма Особенно когда я получала Это от пожилых людей Даже не столь Я делала ставку На молодежь Сколько на пожилых людей Мне хотелось Их хотя бы Минутным Или трехминутным Своим сюжетом Хоть чуть-чуть Обрадовать Потому что я Плюс-минус знаю Какая реакция У пожилых людей На такие вещи Это ментально Это дает силу Это дает Духовную силу Это может быть Сиюминутный Такой сюжет Какой-то Но в то же время Это дает Какой-то душ Душу греет Сегодня ты добровольно По своему Зоу сердца Переехала Ну временно Давай так будем Временно Временно Вот ты ощущаешь На себе Вот этот груз Ответственности Что ты сама Физически Покинула Крым И возможно Это навсегда Возможно Ты останешься В Турции Да Осознаю это И допускаю Такую вероятность От чего мне Очень больно И страшно Я Наблюдая За диаспорой За трансформацией Этой диаспоры Во что Они превратились Но опять-таки Во что они превратились Блин Это Может они просто живут И все Нет Нет Понимаешь Дело не в том Что во что они превратились Уж если Сравнивать Вот мне кажется Что они Лучше уж превратиться В отуреченных Крымских татар Чем в обрусевших Но на своей земле же Обрусевшие На своей земле А что это дает Если ты не Владеешь языком А язык Это самый главный Вот тут я тебя остановлю Вот тут я тебя остановлю И я тебе объясню почему Если мы сегодня В Крыму Не говорим на своем родном языке Но мы Физически Связаны с этой землей Мы можем Мы можем Восстановить язык Но Те кто уехал из Крыма И отуречились Они в Крым уже не вернутся Ты понимаешь разницу Понимаю То есть это как будто бы Мы похожи как будто бы На росток Который Лежит в замерзшей земле Но он в своей земле Понимаешь То есть Вот это важно Как мне кажется И Мы завтра Мы завтра Я уверен в этом Мы сможем язык восстановить Мы сможем это сделать И мы будем его В Крыму восстанавливать Вот Без претензий Вообще Кому-либо Просто Чисто математически Чисто Анализируя Предыдущий опыт Все кто уехал Они навсегда уехали Из Крыма Пускай они говорят На Крымско-Тарском Пускай они создают Маленькие комьюнити Маленькие общества Но во первых Эти общества Не стали частью Они Трансформировались И стали частью И вот эта самобытность Она и осталась В этих деревеньках Понимаешь О чем я говорю И вот Какое у меня ощущение И эти деревеньки Они есть Они как памятники Но это Про что-то мертвое Не про живое И допустим Если мы сегодня Возвращаемся В Крым В Бахчисарай Если мы хотим Видеть его Как столицу Крымского ханства Столицу крымских татар Может быть нам Там Что-то возрождать Тот же язык Попытаться сделать Тот же чешме Попытаться восстановить Пускай он был разрушен Но там ребята Тоже восстанавливают Что-то делают Что-то пробуют Даже архитектура Восстанавливается И как будто бы Это имеет больше смысла Чем Хорошо сохранившийся Допустим Народ Но который живет В чужой стране И уже по другому мысли Вот Ты понимаешь Чем я говорю Конечно понимаю Вот понимаешь 30 лет У нас было Условного Условной свободы И я не увидел Вот эту диаспору Которая Повалила в Крым Обратно Свобода Деп Родная земля Но нет этого движения Может быть потому Что диаспора Просто живет Своей жизнью И все Вот просто Своей жизнью живет Занимает своим вопросом Заливает бензин Ездит на работу И как будто бы Это уже все Не важно Вообще Как ты вот У тебя вопросы Обычно состоят Из нескольких вопросов Я сейчас пытаюсь Сначала вспомнить Да Это сложно У меня Знаешь У меня даже Это не вопрос У меня больше Это переживание Просто мне хотелось бы Ответить на каждый этап Который ты произнес Вначале у меня были ответы Сейчас я пока Наконец Сконцентрировалась Первое ушло С чего ты начал? Смотри Я говорю про то Что сегодня Ты являешься частью миграции Все Поняла Смотри Я Считаю Что Вот эти люди Которые Поуезжали Что Сто лет назад Или двести Или что В последние Десять-двадцать лет Очень важен Мотив По которому Они уехали Опять-таки Как ты говоришь Мы никого Не имеем права Не осуждать Не обсуждать Просто Констатация факта Одно дело Что человек Просто Уезжает Из Мотива Для того Чтобы Больше Заработать Дать Больше Возможности Своим Детям Реализоваться Это Человеческий Инстинкт И человеческий Фактор Жить лучше Больше Зарабатывать Там Если ездят На какой-то Определенной Машине Смочь Купить Еще больше Более дорогую Машину Ну и так далее И тому подобное Для этих людей Например Приоритете Жить лучше И поэтому Они выезжают Потому что В Крыму Они не могут Реализовать Свои желания И зарабатывать Больше Это один Мотив Выезда Вот Я не осуждаю Но Как по мне Это Их выбор Но На мой взгляд Это неправильно Я Это сейчас Не Я сейчас Не разгуливаю Белое пальто Я считаю Что я выехала Для того Чтобы Что-то Привнести Для своего народа Я даже Можно сказать Пожертвовала Собою Выехав Из Крыма Я это даже Вот так Вот рассматриваю Потому что Я за эти 8 лет Не раз Ощущала себя В подвешенном Состоянии Вот сейчас Попробую Объяснить Особенно Ярко Это было Последние Года Два Или Три Я уже Себя Не ощущала Не в Крыму Своей Но И здесь Своей Никогда Я не стану Я не пущу Здесь Корнь Да Здесь Мне все Близко Здесь Все Понятно Да Мне все Здесь Нравится Ну Не все Скажем так Процентов На 80 Много Чего Нравится Но У меня Могу делать Кто больше Крымский Татарин Жить На родной земле Это не показатель Крымско-татарскости А чего это показатель Наши старики Землю Узбекистане Трогали Чтобы Понимать Что она из Крыма Те кто Я извиняюсь Поключай Мой отец Рометли Он Всю жизнь Свою посвятил Тому Чтобы Крымские татары Из Средней Азии Его родственники Друзья По максимуму Вернулись в Крым И остался Сам до последнего Там Я не знаю Когда ему было 67 лет Он только тогда Смог выехать И то уже был больной И я его перевозила То есть на себя У него уже не хватило Ни сил Ни ресурсов У него была цель Всех максимально перевезти Отправить в Крым Каждый в этой жизни Делает свой вклад Как в социальную жизнь Так и в национальное движение Настолько Насколько он может И настолько Насколько он считает правильным То есть у каждого Свои параметры Границы Наверное Для кого-то Вклад в национальное движение Равно Продолжать жить в Крыму На земле крымской Но при этом Не разговаривать На крымско-татарском Не чтить традиции Главное, что на земле Крымско-татарской Для кого-то Важно Жить на крымско-татарском Крымской земле Говорить на крымско-татарском Дома и везде И все Для кого-то важно В данном случае сейчас Про себя буду говорить Что-то делать Для общественной деятельности Пусть это Могла бы там Продолжать Жить Как и жила раньше Но просто жить И не делать то Что я сейчас Пытаюсь делать Я понятно Объясняю Или опять Непонятно Мне понятно О чем ты говоришь Просто мне надо Чтобы максимально понятно Если я не киваю Это не означает Что я не понимаю Я понимаю О чем ты говоришь Нет Я реально ощущаю Каждый человек Ощущает себя Ну Предпочитает Делать то В чем он видит Свою пользу Для общества Не так ли То есть Ты должен жить Так Чтобы тебе Было комфортно Что ты Уверен Что ты сделал Что-то В силу Своей возможности Да Но уехав из Крыма Ты добавляешь Вот в эту штуку Вот в это все В это предложение Борьбу за жизнь Оплата Съема жилья Дополнительные проблемы Которые ты в Крыму Не испытывала И вот в этих жерновах Ты не боишься Что ты просто Потеряешься Даже еще больше Чем ты была в Крыму Еще раз повторюсь Я воспринимала Всегда эту страну Не как чужую Я воспринимала Этот народ Эту страну Как Свою вторую Наверное Часть Нет Я не турчанка Я не Не ощущаю себя Турчанкой Вообще Ни капельку Но я ощущаю Общий менталитет Религию Язык Это для меня Очень важно То В какой среде Я выросла В семье Я это ощущаю Больше здесь Нежели чем В Крыму А это для меня важно Чтобы я чувствовала Себя Эмоционально Комфортно И приехавши сюда Причем приехавши сюда Можно сказать Практически Без денег Я приехала На Абум Да я целенаправленно Переезжала Но без подготовки У меня и не было Каких-то средств Чтобы сюда приехать Но я Знала Что мне здесь Будет комфортно Морально А для меня Это было Приоритетнее То есть Если я Вообще Вот если человек Внутри себя Морально Счастлив Нормально себя чувствует То у него и дела Идут в гору То есть У него находятся Силы какие-то Что-то делать Творить Придумывать Работать Двигаться Находясь в Крыму Последние годы Когда я там находилась Я очень сильно Плохо себя чувствовала То есть От того Что мне было Морально плохо Я не хотела Ничем заниматься Потому что Я не могла заниматься Тем Чем я хотела заниматься Ну и сидела Я вот У себя дома Со своим ребенком Толком ничего не делала Ну и пользы От меня самой Я не видела Там в Крыму А здесь Я Да, я же говорю Что я Очень большие надежды Возлагала На диаспору Я думала Что я приеду И буду делать Проекты Какие-то Именно Медийные Моя идея С собиранием Здесь Этого фольклора Не увенчалась Успехом Скажем так Потому что Можно сказать Никто не заинтересовался Этим Здесь Среди диаспоры Крымско-татарской Почему? Почему? Наверное Потому что Им казалось Что это не нужно Не актуально И я не смогла Убедить никого Что Ну то есть Им же не интересно Где кости Их предков Зачем нам эти диаспоры То есть Если они знают Где лежат Их родители И дальше Им не интересно Почему ты думаешь Что им будет интересен Фольклор Там что-то Я думала Что я смогу Их убедить Что это должно Быть интересно Но я опять-таки Говорю Что я переоценила Свои силы И возможности Слишком идеализировала Придумала себе Красивую картинку Сама в нее поверила А в результате Оказалось не так Люди Которые уезжают Сейчас из Крыма Они в свой след Часто слышат Упреки О том Что От тех Кто остался В Крыму Что они Предатели То есть При Малейшей Возникшей Угрозе Они оставили Свой Крым И перечеркнули Дело Своих Отцов Дедов Которые Боролись Мечтали О Крыме Многие его Не увидели И И вот это Новое поколение Наших Ровесников По сути Уехали Из Крыма Перечеркнув Вообще Все Вот это Движение Как ты К этому Относишься Вообще Ну это Как ты Относишься К этому К тому Что местные Кто остался Называют Предателями Тех Кто уехал Отчасти Я с этим Согласна И в свой адрес Тоже я слышала Такие вещи Реплики И даже Согласна С этим Потому что Я точно так же Как и себя В какой-то степени Считала 100-200 лет Уехавшую Назад Уехавшую Диаспору Тоже Предателями Но опять-таки Возвращаясь К тому Что мы Не имеем Права Судить И осуждать Других Людей И их Поступки Мы не знаем Чем они Руководствуются Соответственно У каждого Свои мотивы Для отъезда Были И Каждый В праве Говорить Вынашивать Ну не то что Вынашивать Белое пальто Каждый Считает Себя Правым То есть Те кто Остались В Крыму Еще опять-таки Неизвестно По какой Причине Эти люди Остались В Крыму Потому что Они сильные Патриоты Или потому что У них Не было Материальной Возможности Куда-то Выехать А вы Кто Ах Зна Ах Ачкарсы О Это моя бабушка Любила Говорить Считала Да Что они Тоже Предатели Но мы Не знаем Какими Вещами Они Руководствовались То есть Слушая Их Истории Об Их Предках Которые Переехали Мигрировали Сюда Я начала Понимать Что Тогда Тоже Уехали В основном От Натиска Натиска Со стороны Извне Не Мусульманского Не Крымско Татарского Натиска И Люди Хотели И думали И надеялись Сохранить Себя И свою Семью Свою Нацию Оказавшись В другой Стране Похожей на Их Ментальность Вот примерно То же самое Что я Про себя Говорила И Практически Все С кем Разговаривала Вспоминая О своих Дедах Которые Сюда Мигрировали Все Говорили Одно И то же Они Уезжали Сюда Приезжали Надеясь И думая Что они Вернутся Обратно В Крым Крым Небудь Когда Все Наладится Но Уже Получилось Как Получилось Да Это Печально Да Это Больно Осознавать Возможно Это Может Показаться Для Кого Что Это Все Пропавший Пласт Народа А С другой Стороны Опять Таки Я Это Спорный Вопрос Кто Больше Несет В себе Крымско-татарскость Те Бабушки И дедушки Которые Здесь В деревнях Продолжают Между собой Разговаривать На крымско-татарском И танцевать Исконно Крымско-татарские Танцы Здесь Или В румынской Диаспоре Или же Те Кто Проживают На крымско-татарской Территории На крымской Земле Но при этом Разговаривают И думают Как славяне При этом У меня Уважение К славянскому Народу И к украинцам И ко всем остальным Как бы Но С учетом того Что Всевышний Или Аллах Кто как хочет Пусть называет Создал всех людей Разными Национальностями Дал каждому Какую-то Там землю Территорию То почему На сегодняшний день Мы должны жить Не как Мы сами А как Кто-то другой Максимально Отдаленный От нас Не похожий На нас Ну И Опять Таки Повторюсь Наверное Уж лучше Быть больше Похожим На Тех Кто тебе Близок Ментально Чем На тех Кто тебе Не близок Час Пик Обычно По утрам Правая сторона Вот это Туда Едущая Загружена А по Вечерам Левая Наладить Контакт Связь С Крымско-татарской Диаспорой Турцией Вообще У нас есть На это шанс У нас есть Точки соприкосновения Конечно Есть Пусть даже Это не с теми Восьми миллионами Которые Мы сейчас Привыкли Озвучивать Но хотя бы С миллионом Есть Потому что Допустим Те же самые Семь остальных Миллионов Это такие же Люди Которые Как в Крыму Думают Только про Сегодняшнюю жизнь То есть Например Как покушать Как поесть И ничего не интересует Кроме этого Но с остальным Миллионом Которые признают Что они Крымские татары Предки у них Из Крыма Конечно Есть такой шанс Теоретически Это возможно Единственное Что Главная проблема Как обычно Это язык То есть Отсутствие Языка У крымских татар В Крыму В большинстве Своем случае Почему Вообще Я уверена Что Это были Дальновидные Такие планы Когда Еще 200-300 лет назад Все Тюрки Разговаривали На своем языке Но использовали Одну и ту же Один и тот же Алфавит Арабскую вязь Но каждый Говорил при этом На своем языке Все друг друга Так или иначе Понимали То есть Это были Как диалекты Между собой То есть Все могли Понимать Крымский татарин Мог понимать Что там написано На казахском На узбекском На турецком Потому что Был один алфавит В дальнейшем Получается Турки Перешли на латиницу Все постсоветское Пространство Тюркских стран Перешли на кириллицу Тем самым Получается Прекратилась связь Между этими Народами И людьми Соответственно Перестали Понимать Друг друга Общаться У меня даже Была попытка Такая После моего приезда Сюда Через год Или два Я попыталась Крымско-татарскую Молодежь Диаспору Познакомить С той молодежью Которая В Крыму В соцсетях Чтобы они Начали Хотя бы Чуть-чуть Общаться Между собой Для начала Я решила Взять Пять человек Отсюда Пять человек Оттуда Чтобы Да При этом Именно Выбрала Тех Кто Говорит По-крымско-татарски В Крыму И тех Кто Более-менее По-крымско-татарски Может понимать И объясняться Здесь И проблема Возникла В том Что Они Начали Друг друга Не понимать Потому что Приходилось Писать Эти писали На латинице Наши Не могли Читать И понимать На латинице Писали На кириллице Даже Если Владели Языком Но Кстати Говоря Вот я Сейчас Даже Говорю И понимаю Что Вот этот Проект Очень Даже Может Быть Актуальным Сегодняшним Днем Потому Что Появились Приложения В которых Можно записывать Голосовые сообщения Почему бы Нет Кстати Вот Прямо Сейчас У меня Родилась Эта мысль Снова Переродилась Скажем так Если на тот момент Не было таких приложений Это были какие-то Форумы Или чаты На сайтах Где нужно было Только печатать Писать Они Натыкались На проблему Алфавита То сейчас Можно Голосовыми сообщениями Например Общаться Этой молодежи И это Кстати говоря Будет Как Шаг Для того Чтобы В дальнейшем Эти люди Могут Даже Пользоваться Возможностями Друг друга Для бизнеса Для учебы Для обмена Знаниями И так далее Почему бы Не создать Такой Какой-то Канал То есть Вообще Возможно Да Кстати Для развития Языка Очень помогают Сериалы Просто Надо выбрать Какой-то Сериал Который Нравится Тебе Очень Вот сюжет Там Актеры Например И ты Хочешь Не хочешь Будешь Смотреть И понимать Что Что Там Снимается Ну Говорить Точнее Это Очень Помогает Если Турецкий Выучит Уже Крымско Татарский Там Отрегулируется